Всем привет, друзья мои! Только что иду от стоматолога. Взяли размеры на зуб и вот иду брать форму 100 для того, чтобы поменять свои права. Это республиканская больница. Посмотрим, что мне скажут, как мне делать. А потом мы встречаемся с Нончиком. Иду менять модель, писать заявление, потому что интернет у мамы отвратительный. Видео три дня загружается. Так что вот такие у меня планы. Ну, сегодня с утра был дождь такой. Я не пошла даже на набережную. Пока погода нормальная, даже сжарка. Решила сразу, не заходя домой, сделать все дела. Друзья мои, так прошел у меня удачный день. Я сделала все свои дела. Медицинскую форму собрала за полчаса. Сейчас мы с Нончиком едем в полицию. На машине пришла переоделась, потому что уже тепло. И выпили кофе, поболтали. Покажу вам дома и двора. Дворы. Какие там дворы? Вот я же говорила, что у нас нету ситы. Сами по себе дома. Называется апартаментом. Рядом 12-этажный или 17-этажный дом. Рядом такой дом. Пятиэтажный, то есть не соблюдаются никаких правил красоты. Также вешают белье таким образом. Вот здесь вот, допустим, вот эти балконы пристроенные. Видите, подъезд в глубине. Вот это все пристроено. Вот над подъездом вот так. Планировка такая. То есть за счет пристройки увеличивается и площадь квартиры. Вот такие маленькие двора. И вот, показала вам такой. Вот такие подъезды. Без света некоторые. Холодно у нас. Нончик тащит что-то. С моим нончиком. С моей кумой. Редко снимаю, но метко. Едем по делам. Так, мы сейчас западу ложь. Вот это у нас инфекционная больница. Посмотрите, сколько много зелени. Зелени здесь много. Почему? Потому что здесь очень много осадков. Красота везде. Это за городом. Грузинский народ гостеприимный. Всегда рады. Даже я, когда там вот иду по набережной, я тоже всегда улыбаюсь. Всегда как турецкий народ. Они все такие гостеприимные. На меня еще никто не посмотрел косо, Нона. Нет, косо не смотрели. Почему-то нас всегда считали турками. Мы были одни грузины. Я и готова. И когда я подхожу, короче говоря, они у меня по-турецки спрашивают. Я отвечаю на грузинское. Ми армейсмис. Я говорю, как кто я? По национальности. Я говорю, грузинка. Знаешь? И они, вот, видишь? А мы, говорят, думали, что она турчанка. Какой ресторан пригласила меня моя нонечка? Браво, браво. Видите, как красиво. Здесь музыка тоже бывает. А, Нонна там. Покажу вам сейчас. Вы знаете, я сейчас должна какое-то время переждать. И у меня будут готовы... Браво международные я делаю. И такие сделала, и международные. В общем, все запакованное. Ресторан сейчас пустой, но не время еще. Такой Цезарь нам принесли. Красивая сервировка, да? А, какая тарелочка. Да, кушать-кушать, но она хочет. Все, запишу? Да, да. Можно есть. Хочу, конечно. Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Я нахожусь на набережной города Мерсин, хотела сказать. Батуми. Собачки какие-то. Собачки здесь добродушные, мне только вид подают. Сегодня я пошла в другую сторону. В сторону Сан-Ремо. В сторону нового бульвара. Здесь легендарная Сан-Ремо. Столько я здесь побывала за свою жизнь. Смотрю, здесь тройка идет. Строят, строят, строят. Море обалденно. Потом подойдем, покажу и вам. Смотрите, как чисто. Как чисто на набережной. Ни одной, ни одного окурка. Потому что все пользуются мусорными баками, ведрами. Вот такая чистота. Мои дни так летят. Уже сегодня девятый день, как я приехала в Батуми. Дома я вообще какая-то не такая. Видно, адаптируюсь. Тут детям надо помыть. Хотя дети почти целый день в школе. Ирмочка в садике. Но вот я вот пришла вчера в шесть часов. В шесть часов пришла с Ноночкой. Вечером позвонила насчет моего Wi-Fi. В Тбилиси там целое дело. Меня подключат сейчас к новой какой-то системе. И в течение полчаса я с ними была на связи. Но все дела сделали. Сказали, в течение трех-пяти дней. И максимум двадцать. И должны прийти поменять этот Wi-Fi модем. И, слава Богу, дела делаю. В основном, я все свои такие дела сделали. Сделала. Все это, естественно, права получить в международные. Мне обошлось 109 лар. И обычные права поменять 15 лар. И 30 лар и медицинская справка. Да, у нас, естественно, все платно. А что делать? По-другому никак. Я уже была готова к этому. Может быть, за 10 дней я уже потратила 500 долларов. И еще не заплатила за зубы. Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что надо ехать в Мерсен. Ой, в Батуми. С деньгами. Вечером пошла, купила фрукты. Черешню купила. Что еще купила? Бананы купила. Мороженое купила. И это как 20 лари. Вот такие вот здесь сцены. Разговаривала с Эндером. Он собирается уже в дорогу. Планирует на этой неделе. Сейчас все собирается. Да, друзья мои, хочу вам рассказать одну такую нехорошую новость. Рассказать новость решила сесть с вами. Друзья мои, Мавиш улетел. Мой муж вообще в таком шоковом состоянии. Мне настроение даже на других птичек смотреть не может. Как это произошло? Наш Мавишок. В последнее время вот этот желтый попугайчик, этот принцесса, говорит, постоянно его по голове бьет, цепляется к нему. И я, говорит, когда ухожу на работу, выпускаю его у одного из клетки, и он так летает свободно. И двери не закрыты, и за навесками двумя прикрыты. И вечером, два дня так, я, говорит, его отпускал. Вечером прихожу, Мавиша нет. Видно, ветер подул или что, и он улетел. Вы понимаете, какой хитрющий. Мой муж никакой. Я так переживала. Мне даже во сне он приснился, как будто он прилетел с раненым крылышком. Мой мальчик. Дурачок такой. Мы так привыкли к нему вообще. И мой муж в такой депрессии. Настроения нет. Тут еще выборы. Уставший был. Нам так весело. Я ему сказала так, собирай себя в руки, давай собирайся и приезжай, я жду тебя. В тесноте, не в обиде, а что делать. Как говорится, сейчас я думаю, что уже начнет теплеть, и все будет хорошо у нас. Вот и грустная такая новость. Ну вот, мои дорогие, по-другому никак. Вот этот дом так мне не нравится. Он такой кажется страшным. Хотя внутри может быть и красиво там все. Ну посмотрите, как он выглядит отвратительно. Это одна из первых таких высокоэтажных зданий. А вот там начинаются органы. Покажу вам красоту. Ну конечно, мой муж когда приедет, мы будем с ним побольше гулять. А еще не встретилась ни с кем из своих знакомых. Планирую в четверг-пятницу начать. Хочу встретиться с моей стамбульской подружкой. Мы не виделись, наверное, лет года 4 или 5. Мы когда, наверное, 5 лет не виделись. И она сейчас здесь с мужем, с другом своим находится. Я очень хочу с ней увидеться. Она, наверное, приходила, а я бегала по делам. Насчет видео с детьми, вы знаете, я вот только когда ложусь, вот тогда я вспоминаю, блин, а я не сняла ни деток, ни разговор с ними. Потому что они берут телефон и когда приходят, то я им время уделяю. И у меня вылетает совсем что-то поснимать. И с мамой. Мама не любит на камеру. Пару раз снялась и ей говорит, не надо мне снимать. Она стесняется своих морщин и вообще то, что она постарела. Она такая у меня всегда была. Следила за собой. Такая красавица была. И сейчас она у меня красиво смотрит за собой. Немножко, конечно, ноги у нее беспокоят. Хроническая варикозная у нее варикоз четвертой степени. Сегодня я ее веду к врачу. Именно осмотрят ее ноги. И, конечно, из-за этого очень большие проблемы в передвижении и во всем. Ну, вот такие вот дела у меня, дорогие друзья. Наверное, буду детей снимать, когда вспомню. Телефон переполненный. Некогда даже его стереть память. Боже мой, я такая вообще адаптируюсь пока. Потом будет у меня адаптация, когда приеду в Мерсин все раскидать, все. Так у меня еще работа по бизнесу. Этот вай-фай долбанный, такой медленный. Ну, короче, простите меня, если я вам не показываю много то, что вы хотите. Мне раньше как-то писали, там я читала, что ваши видео стали неинтересны, вы не показываете свою семью. Еще раз я отписалась, но отписывайтесь. Я делаю то, что считаю нужным и то, что хочу. И если вы хотите, показывайте свою семью. У меня был горький опыт, и я не хочу его повторять. Понимаете? Поэтому вы увидите меня, и кому я интересна, и кому я нравлюсь, вы меня увидите. Я вчера договорилась с риэлтором и планирую посмотреть квартиры. Мне это нужно на перспективу. Я вам уже давно говорила, что я планирую покупать квартиру здесь, и я хочу посмотреть планировку. Вот таких, конечно, балконов огромных, как у нас в Мерсине, не будет, потому что здесь и не нужны балконы, здесь зимой очень холодно. Так что вот у меня в таких планах обязательно поход. И вот смотрите, я, например, я, например, в этом районе не купила бы квартиру. Почему? Я сейчас объясню вам, почему. потому что здесь раньше на этом месте было болото. Вот здесь сейчас дома, там было болото, заброшенное какая-то свалкой. И потом, смотрите, какие дома выросли на этом болоте. Знаете, сколько комаров? комаров. Вот в Мамином районе комаров никогда не было, может, один, два, три. А в этом районе кишат и эти комары. Так что, друзья мои, вот, не все так красиво снаружи, как внутри. Ну, вот я вам рассказала такие секреты. Так что, вот это вот все, новый бульвар. Тут невозможно даже ходить летом. Не знаю, может, тут что-то изменилось, но навряд ли. с комарами никак не работают, потому что кругом вода и они размножаются. Ну, вот такой вот минус в этом районе. Очень много комаров и без сеток здесь не прожить и без каких-то средств, чтобы вы знали. Вот вам рассказала секретики. Я решила показать вам эти горы. На них еще снег. Вот почему холодно. А там новостройки строят, 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 видите, вдоль и с этой стороны. Ой, блин, как красиво. Красиво, друзья. Очень красиво. Здесь раньше был украинский ресторан, тут, кажется, турецкий ресторан был. Не знаю, как сейчас там. Рестораны, конечно, поменялись. Вот видите, какая погода, какое было солнце. Сейчас все открылось точкой. отравка белит. Зелененькая, зелененькая. Зелененькая, зелененькая отравушка. Очень много спортсменов, бегунов. Все очень много бегунов, но русскоязычных грузинов не так много. Да, очень много тут иностранцев. как и обещала вам. Купается. Вот такое море. Обуек. Я каждый раз с обуеком плавала. 100 метров туда стою. Это вы так думаете, что близко. 100 метров. Ну, раньше было 100 метров. Я не знаю, мы сейчас 50 сделали. Почему-то очень близко, да. А ну-ка, я сейчас прикоснусь к моей водичке. Ноги мочить не хочу. А ну иди сюда, морюшка. Ой. Ой, ледяная вода, ледяная. Как люди купаются? И как я купалась с ним раньше ледяным? Ой, дотрону. Гуляю, я гуляю по Батуми, друзья. По нашим улечкам таким классным. Прохожу мимо садика, наверное, или школы. Сделала очень много дел сегодня, мои дорогие. Очень много дел. Была я с мамой в больнице. Очень много знакомых встретила, врачей. Все мои врачи, где мы раньше работали, перешли в онкологическую. Пообщалась с врачом, онкологическим врачом, хирургом, кто делал моей маме операцию. Удалял там какие-то бородавки. Затем с урологами моими встретилась, с ангиологом, который посмотрел маму. Ну, что сказали, что нужно ей носить носки или чулки. А моя мама не хочет это делать. Лекарства пить, она тоже капризная, говорит, я столько пью. Но, как-нибудь думаю, я ей внушу, это то, что нужно, взяли на размер чулков. Я хотела ей купить, она мне не дала купить, сказала, что у нее дома есть чулки. Сейчас посмотрю дома, какие у нее чулки. Если вдруг что, конечно, здесь 125 лари стоит чулки. Захожу моему мужу, он скоро приедет. Если трупы он не найдет там, то куплю ей здесь эти чулки. Без чулков ей вообще ходить нельзя. Стоять, сидеть нельзя, только надо двигаться и лежать. Вот такие рекомендации. Потом я сходила в SilkNet насчет интернета, изменила все данные свои. И вот сейчас направляюсь в Анг. чтобы зарегистрировать онлайн-банк. У меня не получается. Не получилось. У меня какие-то коды надо вводить. И вот иду медленно. Голова болит сегодня с утра. Такое немножко давление повышенное. Выпила лекарства и как в простыне. В этом космосе. Я, если честно, очень устала. Потом у меня встреча интересуется моим бизнесом. И сегодня у меня планируется встреча. Так что дай бог мне терпения, здоровья. Хорошо, что дети в садике, в школе. Мама посадила, на автобус отправила. Вот такие вот дела. Иду и вам с вами делюсь. Вот сейчас думаю, зайти мне сейчас в церковь или на обратном пути церковь обязательно. Или в принципе есть еще время. Может Ашкыла моего привезти сюда. Вот думаю показать. В общем, тоже соскучилась по мужу. Моему любимому мужу. Так что вот такие дела у меня. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.